Страны Европы готовятся нарушить ядерную сделку с Ираном. Ожидается, что Великобритания и другие европейские государства объявят о планах впервые нарушить ядерное соглашение с Ираном от 2015 года, поскольку страны не собираются отменять санкции против Тегерана по использованию ракет. Об этом утверждает издание The Guardian. Суть сделки, которую Иран заключил с Британией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США, заключалась в ограничении ядерной программы Тегерана. Речь шла именно об уменьшении мощностей по производству ядерной бомбы, которую Иран планировал сделать. Основными целями этого соглашения было снятие санкций в обмен на остановку ядерной программы. В 2018 году экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки. Мы знаем, что сразу после подписания соглашения несколькими странами Соединенные Штаты при президентстве Трампа вышли из этого соглашения, чем вообще подверглись сомнению его реализацию. Но Германия, Франция и Великобритания остались в соглашении, даже несмотря на то, что Иран ответил на выход США нарушением согласованных лимитов по качеству и количеству обогащенного урана. Будто все было хорошо. Иран шел на уступки, но с выходом Штата все это дело затормозилось. Поскольку это соглашение фактически мертво, отношения Ирана с Западом ухудшились за последний год. Дипломаты ЕС и Великобритания объяснили свои намерения отойти от соглашения тем, что Иран сам нарушил соглашение, известное как совместный всеобъемлющий план действий. Также страны привели как аргумент то, что Иран предоставил России беспилотники. Иран передает России попадающие в нашу инфраструктуру дроны Камикадзе, в наши дома. Кроме того, дипломаты говорят о возможной передаче России иранских баллистических ракет в будущем. Ядерное соглашение 2015 года включало ряд дат, когда определенные санкции против юридических лиц должны быть отменены Западом. Снятие санкций с Ирана в результате подписанного соглашения в 2015 году как раз должно было состояться поэтапно, начиная с этого периода и фактически должно было реализоваться именно в этом году, в октябре. Но тогда, в 2015 году, не предполагалось, что соглашение будет настолько широко нарушаться Ираном. Соглашение ограничивало обогащение урана на уровне 3,67%, но Иран обогащал его до 60%. Санкции призвали Иран не делать ничего для разработки баллистических ракет, способных нести ядерное оружие. Кроме этого, санкции запрещали кому-либо покупать у Ирана, продавать ему или передавать беспилотники и их компоненты, способные летать на расстояние более 300 километров, без предварительного разрешения Совета безопасности ООН. И сейчас стоит вопрос, снимать санкции или нет. И то, что европейцы пересматривают свою позицию и не собираются снимать санкции, свидетельствует о том, что Иран в случае снятия санкций может использовать средства для инвестирования в производство еще большего оружия. Будущее соглашение находится под вопросом после переговоров в Омане между США и Ираном, на которых Иран согласился не обогащать уран более 60% в обмен на освобождение Западом миллиардов замороженных средств, а также некоторых американских заключенных, содержащихся в Тегеране. Но Госдепартамент США заявил, что никакой сделки не предвидится. Да и европейские дипломаты сообщили властям Ирана о намерении ЕС сохранить санкции в рамках ядерной сделки. Размораживая миллиардные активы Ирана в западных банках, это значит, что эти активы будут перенаправлены и реинвестированы в производство новых и новых дронов, баллистических ракет, которые, кстати, Иран обещал передать впоследствии России. Держа на холде санкции против Ирана – это залог того, что эти средства не будут инвестированы и не будут вкладываться в производство нового оружия, которое может угрожать не только нам с вами, но и Израилю в частности. Решение европейских государств нарушить соглашение рискованно, поскольку непонятно, как на это отреагирует Тегеран. Особенно сейчас, когда Иран уже близок к тому, чтобы иметь возможность производить оружейный обогащенный уран. Субтитры создавал DimaTorzok